Никто не станет оспаривать тот факт, что городская набережная сегодня место дислокации, особенно в летние выходные дни, и детей, и взрослых. Да и в будние речная акватория привлекает мамочек с малышами и бабушек с внуками. И не только. После впечатляющего преображения здесь приятно провести время. Ухоженная территория, высланные плиткой дорожки, красивый парапет, фонтан и работы продолжаются. Сегодня набережная расширяет границы. Активные работы ведутся на участке в сторону речного порта. Таким образом, задумка городских властей соединить пешеходную зону Брестского, Арбата и набережную находит реальное воплощение. Я считаю, что набережная уже в течение двух лет стала центром притяжения, особенно в летний период. И в первую очередь на этот центр притяжения откликнулся бизнес. Сегодня, если вы видели, то весь спектр услуг, который бизнес к нам навстречу пошел, он здесь представлен. Здесь и батуты, и сегвеи, и велосипеды. Здесь и аквагрим, аэрогрим, я даже не знаю название. И рыбалочка, и рыбалочка. Но уже в прошлом году бизнес предлагал новые виды услуг. Мы очень с опаской к этому относимся. Но вот каруселька, которая здесь сегодня представлена, это новое то, что предложили. Мы пошли навстречу, согласовали и по большому счету это выстрелило. Действительно, выстрелило. В выходной день здесь, как говорят, яблоко упаснее, где различные аттракционы, карусели, батуты, мороженое и сладкая вата. Выстрелило, но только лишь в центре у фонтана. Дальше бизнес идти как-то не торопится. А набережная расширяется, это факт. Уже совсем скоро заработает антивандальная тренажерная площадка с подсветкой, что предполагает работу и вечером. Не стоит ли пошевелиться в данном случае продвинутым бизнесменам? Ведь это неплохой шанс, так сказать, застолбить место для открытия кафешки или еще чего-то интересного. Любое предложение, которое поступит, мы рассмотрим. И у нас условия вхождения бизнеса на набережную упрощены до неимоверности. Сегодня, если это вписывается в концепцию развития набережной, это разрешение получается у нас в администрации, никаких препонов в течение 10-15 минут. И спокойно можно становиться и развиваться. А преференции какие-то еще есть? Освобождение от налога или чего еще? Нет, я единственное могу гарантировать то, что если будет аукцион, приоритет будет отдан тому, кто первым здесь. И второе, я гарантирую то, что мы не будем навязывать большое количество конкурентов. Условия хорошие. При творческом подходе бизнес может неплохо работать. Это и кафе, и игровые площадки, прокат велосипедов. Задумок может быть много. Стоит подумать. Мы уже начали работать здесь с аттракционом, с воздушным. Нам понравилось, люди просят, и начали развиваться дальше. Какие планы, какие перспективы вы видите? Потому что набережная будет и дальше развиваться. Если вспомнить года три назад, что здесь была набережная, было ничего. То есть сегодня мы развиваемся, потихоньку растем, потягиваться со стороны предпринимателей, работаем. Одно из нововведений, которое, опять же, предложил бизнес и проходит сейчас согласование в санстанции, это велокафе. Эскизный проект, он был действительно красивый. И я бизнес призываю на то, чтобы, что при условии, если на фоне оказания услуг, на фоне вашего кафе, либо какого-то другого вида услуг, жители будут фотографироваться, это будет самым главным приоритетом для того, чтобы разместиться на набережной. А велокафе мы ждем, есть проект, но мы пока ищем спонсоров, проект солнечного дерева. В принципе, я недавно был на Украине, там это уже реализовано, и в принципе оно востребовано. И мы планируем, что если найдется желающий установить солнечное дерево, это, опять же, место притяжения для молодежи, потому что бесплатный Wi-Fi, зарядка телефонов, бесплатный свет, это тоже будет украшать набережная. Планов много, так что остается лишь дерзать. Предлагать свои идеи, места для их реализации более чем достаточно. Игорь Георгиевич, хорошо, вот вправо-влево будет расширяться, а порт тоже со временем будет задействован? Ну, понимаете, концепция развития набережной, если смотреть в очень далекую перспективу, набережная будет единой велосипедной дорожкой, которая свяжет один конец города с Брестской крепостью. По большому счету, это уже будет велосипедный трафик. На сегодняшний день... Простите, этого же так не хватает Бресту. Да, да, да. На сегодняшний день планы более реалистичные. Мимо речного порта до городского парка, выход городского парка через набережную. Ну, это, в принципе, действительно будет любимое место отдыха для жителей города в детстве. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.